МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Время новостей на пятом канале в студии Екатерина Юхнова о самых важных событиях дня расскажем прямо сейчас. В Азове прошла традиционная августовская педагогическая конференция. Торжественные линейки 1 сентября пройдут с учетом ковидных ограничений. Проекты по благоустройству города в итоге разочаровали азовчан. Августовская конференция – особая педагогическая традиция, согретая теплом последних летних дней и любовью к профессии. Это время отсчета новых дел, нового витка жизни в образовании, знаменующего начало учебного марафона длиною еще в один год. Ежегодная августовская педагогическая конференция прошла в Азове во вторник, 30 августа. Мероприятие, в ходе которого специалисты сферы образования подводят итоги работы, делятся опытом, ставят цели на будущий год, объединила десятки педагогов города. На торжественной церемонии открытия преподавателей и воспитателей с новым учебным годом поздравил глава города Евгений Карасев. Конференция напоминает нам, что время неуклонно идет вперед, и руководство, и сама жизнь ставят перед нами новые задачи. Я уверен, что педагогический коллектив города Азова – это настоящий коллектив профессионалов своего дела и справится с любыми поставленными задачами. Конференция проходит традиционно в преддверии нового учебного года, являясь, по словам участников, не менее важным событием, чем День знаний. Совсем недавно Владимир Путин принял ряд стратегических решений для содействия вхождения России в мировые лидеры по качеству общего образования. Следует отметить, что дополнительными поправками к федеральному закону об образовании педагогическая деятельность приобретает новый смысл в служении и отменяется термин «Образовательная услуга». Подписан закон о снятии лишней бюрократической нагрузки с учителей. Вводится цифротизация образовательной системы, где рукописная работа будет сведена до минимума. Я чувствую, что народ реагирует. Особенной частью мероприятия стало чествование выдающихся работников образования. Грамотами и благодарственными письмами от администрации Азова, а также губернатора Дона, были награждены учителя школ, педагоги дошкольного и дополнительного образования. Валентина Балабаева проработала 48 лет в школе номер 11. Сейчас уже 10 лет на пенсии. Признается, что по работе очень скучает, но, можно сказать, взяла ее на дом, занимается репетиторством. Сегодня Валентина Ивановна была награждена памятным знаком губернатора 85 лет Ростовской области. Я работала с удовольствием. Ходила на работу, как на праздник. И того желаю всем педагогам, которые сейчас работают. С каждым годом все им труднее и труднее приходится. И дети более начитанные, компьютерная у них работа. И в школах тяжело сейчас, конечно, очень трудно. Но они справляются. Чуть меньше стаж работы в народном образовании у Ирины Овчинниковой. Она также преподает математику. И новый учебный год для нее – 42-й. За долгий и добросовестный труд Ирина Борисовна была награждена благодарственным письмом. Выбрала свою профессию. Я действительно благодарна Богу за это, что работаю с такими хорошими детьми. Вот со временем Вашей юности и сейчас дети поменялись? Сложнее Вам сейчас? Нет. Я люблю детей. Для меня плохих детей нет. Я желаю в преддвериях нового учебного года детям успехов в учебе, в добыче знаний. А коллегам, учителям я желаю крепкого здоровья, успеха в работе. Ну а самое главное – мирного неба над головой. 1 сентября за парты образовательных учреждений сядут 9516 обучающихся. Из них 1095 – первоклассники. К ним присоединятся 88 ребят, прибывших на территорию города Азова из Донецкой и Луганской народных республик, а также Украины. А 2023 год президентом страны объявлен годом педагога и наставника, а это значит, что представителям этой сферы предстоит много работы. Но основной задачей, как и прежде, остается подготовка будущего гражданина нашей Родины. Екатерина Четверикова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо. Торжественные линейки 1 сентября пройдут с учетом ковидных ограничений. Региональный Роспотребнадзор совместно с Министерством образования подготовили соответствующее предложение. 1 сентября в Азове двери школ распахнутся для 9500 учеников. Несмотря на то, что масочный режим Ростовской области отменили 1 июля этого года, за последний месяц заболеваемость в регионе вновь начала расти. Образовательным учреждениям рекомендовано проводить торжества на улице, а не в помещениях. А линейки в 10 образовательных учреждениях города пройдут с участием учеников первых и выпускных классов. Все остальные обучающиеся, это вторые классы и восьмые классы, десятые классы в том числе тоже, они сядут за парты в половину десятого в каждой своем закрепленном классе. И у них пройдет урок знаний, урок мира и будут разговоры о важном. Родителям, которые будут присутствовать на линейках, настоятельно рекомендуют соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Ольга Усманова, Владимир Чекунов, Азов.Инфо Высокая оценка работы спасателей за оперативную ликвидацию пожаров и подготовка города к началу учебного года. Эти и другие вопросы обсудили сегодня на еженедельном совещании руководителей служб жизнеобеспечения. Еженедельное совещание руководителей служб жизнеобеспечения началось с награждения спасателей за проявленную отвагу и мужество при ликвидации пожаров. Благодарственными письмами были награждены Александр Баско, начальник 24-й пожарно-спасательной части, Андрей Богодух и Игорь Сироштанов, водители муниципальных предприятий, Андрей Матяшов и Александр Тимофеев, спасатели Управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. В преддверии начала учебного года особое внимание уделяется подготовке образовательных учреждений. Обновлена горизонтальная разметка в местах пешеходных переходов. В ходе объезда города были установлены дефекты дорожного покрытия, которые устраняются бетонно-цеметной смесью. Это уже произведены работы по устранению ямочности подобным образом по переулку Степана Разина, улице Ленинградской, Чехово и Московской, въезд во двор. Также планируется дополнительно выполнить аналогичные работы по улице Азовской, Кандаурово, Песчаной и улице Мира. В рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автодороги» по улице Промышленной идут работы по устройству системы наружного освещения. Завершены работы по обустройству опор наружного освещения, велась работа по прокладке воздушной кабельной линии, а также установке светильников. Также проводится проверка осветительных приборов по Петровскому бульвару. В принципе, найдены незначительные сбои в работе осветительного оборудования. Это порядка нескольких светильников только на Петровском бульваре. Сейчас эта работа ведется по устранению этих неисправностей. Ну и проверка также аналогично ведется в парке памяти. В рамках содержания дорог выполняются работы по обслуживанию светофорных объектов. Проверка дневной видимости, мойка и заявочный ремонт светофоров. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. В мае 2018 года на Всероссийском конкурсе проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проект реконструкции Петровского бульвара был лучшим в своей категории. Горожанам пообещали зону отдыха, велодорожки, летние кафе, площадки для концертов, чугунные фонари, лавочки и много-много зелени. Но неожиданно что-то пошло не так. И уже спустя два года результат лучшего проекта требует обновления. В 2019 году завершилась реконструкция любимого места отдыха Зачан Петровского бульвара. Стоимость работ оценивалась в более 130 миллионов рублей, из которых цена каждой скамейки составляла несколько десятков тысяч. И спустя два года их состояние стало крайне удручающим. Скамьи сейчас мы вывозим на территорию теплоэмерика. Там есть цеха большие, где можно будет их обработать, заменить доски сломанные, прокрутить, прокрасить данные скамьи и вернуть на место. Постараемся это сделать до дня города. Скажем, где-то около 8 сентября мы планировали бы их уже привезти на место установить. Почему их на месте не ремонтируют? Ну это первое, потому что у нас там и плитку можно будет при покраске испортить, нанести краску и так далее. Ну и так, чтобы не доставлять там дискомфорт отдыхающим, которые на Петровском бульваре. Поэтому мы их вывезли, отремонтируем и к 8 сентября планируем их вернуть на место, уже обновленное, скажем так, первоначального вида. Произвести ремонт лавочек, расположенных пешеходной зоне Петровского бульвара, откликнулись предприниматели города Азова, а также муниципальные предприятия. Поэтапно все 80 скамеек обновятся и к юбилею города вернутся на свои места. Что влияет на такой быстрый износ предмета благоустройства? Низкое качество материалов, которые не способны служить на радость жителям хотя бы с пяток лет. Или вандалы и неблагодарные азовчане. А возможно и уровень профессионализма подрядчиков, который становится хуже с каждым годом. От этого срок эксплуатации облагороженных территорий сокращается до полугода. Как это произошло с декоративной плиткой на смотровой площадке. Я хочу сказать, что может быть даже вопрос тогда тем, кто задает этот вопрос. Но ведь они же сломались не то, что им два года, да, там сломаны и верхние сидушки. Ну, к сожалению, бывают такие моменты, где люди, вот лавочка с камня, нужно сидеть вот так, залазить сверху. Там, ну, всякие мероприятия происходят вечером. Ну, такое бывает, поэтому, как говорится, и в случае вандализма не исключение, к сожалению, да. Ну, будем ремонтировать их каждый год. А то, что лавочки подкрасить надо, ну, извините, конечно, уже прошло порядка, наверное, трех лет, да, или четырех. В 18-м году. В 19-м году завершили, сейчас 22-й год. Естественно, мы каждый год дома у себя каждый что-то там подкрашивают. Поэтому это логично, два года не занимались, не красили. Поэтому к юбилею, в 955-летию, решили вот сделать такой жителям всем и подарок. И, конечно, и себе будет приятно всем необходимым. Ольга Усманова, Юрий Бабенко, Азов.Инфо. На сегодня это все. Впереди прогноз погоды. А я прощаюсь с вами. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 61554. Будем делать новости вместе. Берегите себя. Всего вам доброго и до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»